всем привет вы на канале лазница меня зовут вика я сегодня олененок просто для понятия настроения вот такие у меня тонкие волосики их немного и сегодня мы из них будем делать прическу она будет наверное для некоторых сложно очень потому что я захотела сделать именно вечернюю прическу такую как я делаю на манекене со сложными элементами просто захотелось проверить свои способности смогу ли я сделать на себе точно так же как на ком-то так что держите за меня кулачки и давайте смотреть как я это все делала я отделяю макушку по кругу и оставляю волосы сантиметров по 5 возле краевой линии роста волос точность и ровные линии тут ни к чему так что не зацикливайтесь на этом временно закалываю макушку чтобы собрать все волосы которые внизу у нас и завязать далее горизонтальным пробором делим макушку на две части и завязываем из них хвосты все два хвоста есть сейчас мы их тоже подкалываем и начинаем работать с зоной у краевой линии роста волос я оставила эти волосы чтобы прикрыть вот эти некрасивые проборы между хвостиками и сделать дополнительные ребрышки и объем я оставляю прядку у лица затем беру часть волос до ушка примерно прочесываю и закалываю прямо возле хвостика теперь из этой части я вытягиваю ребрышка три тяните такие тоненькие тоненькие прядочки тогда у вас не потянется вся прядь за ними и у вас будут ребрышки затем нужно их зафиксировать лаком и пригладить также я не делаю несколько ребрышек на макушке также оставляю прядю лица с другой стороны и тоже часть подкалываю к хвосту прям возле самого хвоста невидимкой подкалите это будут временные невидимки потом добавим эти пряди к хвосту резиночкой и также я вытягиваю ребрышки то есть я беру и на эту часть вытягиваю где-то три ребрышка тоненькие такие прядочки старайтесь тянуть и фиксировать их сразу лаком и приглаживать я так говорю ну конечно если вы будете пробовать такую прическу сделать мне даже интересно получится ли у вас по моему уроку сделать себе такую прическу я наверное буду на седьмом небе от счастья если у вас правда получится беру следующую прядку и мне нужно прикрыть ею пробор я просто кладу ее на пробор и фиксирую невидимкой и также из этой пряди вытягиваю ребрышка 23 также продолжаю на затылке это все делаю на ощупь но в принципе что-то получается самое сложное это вытягивать ребрышки сзади на ощупь но это нужно сделать поэтому вариантов нет я просто вытягиваю и сразу фиксирую потом просто посмотрите в зеркало и подправить их все что нужно а Теперь, когда все прятки подколоты к хвостам, я беру, просто соединяю их с хвостами и завязываю резиночкой. Это нужно для прочности, чтобы они у вас не выпали. Итак, готово. Хвосты пока оставляем и сейчас уложим челочку. Я беру тоненькие прятки, делаю объем утюжком, подкручиваю их на лицо. Теперь также беру по пряткам и ставлю челочку. Держу пальчиками и фиксирую лаком. Затем поправляю, растягиваю прядь, чтобы челка была с объемом. И то же самое делаю с второй прядкой. Челочка получится такими отдельными прядками и будет очень красиво. То же самое делаю и с другой стороны. Вы при этом смотрите в зеркале, чтобы вам это было к лицу. Если вам не к лицу такой объем, вы можете просто как-то красиво зачесать челку. Вы можете ее вообще в пучок изначально забрать. Если не хотите, чтобы у вас были какие-то пряди. Теперь самое интересное. Работаем с хвостиками. Смотрите внимательно и вам нужно будет потренироваться, наверное. С первого раза не у всех получится. Я делю хвостик на две части и просто перекладываю одну на другую часть от себя. То есть я буду выполнять пучки в технике жгутов. То есть вот такой вот жгут получается. Но я не до конца волос это делаю, а просто несколько проворотов. Затем я беру и с самой первой кроны, тут видите, они такими частями, вытягиваю три ребрышка и разделяю их лаком. То есть брызгаю и пальчиками вот так вот их разделяю, чтобы их было четко видно, вот эти вот три ребрышка. Видите, два уже сделана и еще один. Переходим к следующей части жгутика, вот. И из нее также вытягиваем три ребрышка. Одно, второе и третье. Вот таким образом. Тяните за сам краешек волос, чтобы у вас не вытягивалось все ребрышко. Берите совсем немножко волос и потом, если нужно, подтягивайте, добавляйте. Также фиксирую лаком, чтобы каждая ребрышко было отдельно. Прибиваю, приглаживаю пальчиками, чтобы не торчали волосы. Кончики у меня немного путаются. Я их прочесываю, перекручиваю дальше и опять вытягиваю прядки. Если у вас петухи вытягиваются, лучше сделать заново, прочесать и каждый перекрут прочесывать. И затем вытягивать ребрышки. Перед такой прической, если у вас вьющиеся волосы, их лучше выровнять. Они должны быть гладкими, рассыпчатыми и хорошо прочесываться, не путаться. Тогда у вас должно все получиться. Теперь берем и заворачиваем на себя этот жгут. То есть мы перекручивали жгут от себя, а заворачивать будем на себя. Берем палочки или спицы, или длинные шпильки, что у вас есть, чтобы подколоть. Чтобы зафиксировать. Нам нужно выставить красиво этот пучок, выставить красивые ребрышки. И для этого нам такие нужны палочки, чтобы мы выставили ребрышко, как нам нужно. Вот, зафиксировали его палочкой, чтобы оно так стояло. Затем взбрызнули лаком. И лак должен высохнуть. И тогда у вас будет все вот так вот держаться в такой форме, как вы поставили. Вы просто формируете пучок, смотрите в зеркало, спереди, сзади. Когда все нравится, можно зафиксировать сильным лаком. У меня он жидкий лак от Schwarzkopf. Когда вам уже все нравится, ваша форма, вы по кругу закалываете невидимками. Забыла сказать о палочках. Это обычные шпажки для еды. Я их покупала в продуктовом магазине, потому что я знаю, вы будете спрашивать. Переходим к второму хвостику. И точно так же делим его на две части. И перекручиваем пряди от себя. Сделали пару перекрутов и начинаем растягивать. Делаем все то же самое. Из каждого элемента вытягиваем по три ребрышка. И фиксируем их лаком, чтобы они были плоские. Продолжение следует... Смотрим. И так, когда жгут готов, мы его будем закручивать на себя. То есть прядки мы закручивали от себя, а жгут будем закручивать в пучок на себя. Вот так вот. И опять беру палочку и фиксирую палочкой пока что. Просто, видите, я ставлю эти ребрышки и завожу палочкой под нужным углом, чтобы эта ребрышка стояла и добавляла объема. Вот, видите, я поставила ребрышко и завела палочку. И оно так стоит. Затем я все зафиксирую лаком. И когда лак высохнет, я могу спокойно вынять палочки и у меня такая форма и останется. Дальше я смотрю в зеркало, что где нужно подправить, подвытянуть. Добавляю палочек, если нужно. И фиксирую все невидимками. Если вы хотите, чтобы прическа хорошо держалась, то рекомендую вам покупать профессиональные лаки. То есть вы купите этот лак один и его, во-первых, на очень долго вам хватит, если вы просто себе делаете прическу. И все будет прекрасно держаться. Ну вот, моя прическа и готова. Что скажете, получилось ли у меня сделать ее красиво и видно ли, что я сама ее делала. Честно говоря, мне очень понравилось пробовать что-то сложное делать на себе. Я буду очень-очень рада, если получится и у вас. Если будете повторять, то обязательно отмечайте меня в инстаграме. Мне очень хочется посмотреть, как у вас получается, правда. Подписывайтесь на мой канал. У меня канал с прическами. Скоро Новый год, так что у меня будут еще для вас варианты причесок. Сохраняйте это видео, делитесь с друзьями. Давайте наберем полторы тысячи лайков под этим видео. Я очень старалась. И мне будет приятно. На сегодня у меня было все. С вами была Лозница Вика. Всех целую и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok